Детский институт Великих Открытий И написала это письмо девочка Сонечка Она очень любит рисовать и нарисовала свою самую любимую куколку А зовут эту куклу Любаша Спасибо тебе, Сонечка, нам понравился твой рисунок Тетя Аня, а кто придумал кукол и как они появились? Первая кукла была найдена в Чехии примерно 30-35 тысяч лет назад В Древнем Египте, в Древней Греции кукол делали лучшие придворные мастера С вылепленными из воска лицами, с подвижными ручками и ножками, с настоящими волосами Этими куклами могли играть только дети богатых людей Для кукол шили роскошные, богато украшенные платья Делали домики и кухонную утварь Эти куклы были очень хрупкие и служили скорее для украшения помещения, чем для игры Раньше девочки играли простенькими куколками из соломы или выструганные из дерева А я читала, что кукла в человеческий рост, изготовленная примерно в 1770 году Эта кукла по-настоящему играла на флейте 12 мелодий Выдувая воздух через двигающиеся губы и перебирая пальцами по отверстиям на флейте А еще есть куколки-мотанки или узелковые Их не шьют, а мотают из ткани, приплетая различные элементы Пуговичку, траву или камешки А вот я хоть и не играю в куклы, но очень люблю смотреть разные журналы Так вот, там написано, что первая кукла Барби появилась аж в 1923 году И любимая всеми девочками до сих пор Самая большая коллекция кукол Барби, насчитывающая 15 тысяч единиц Принадлежит Боттини Дорфман Об этом есть соответствующая запись в Книге рекордов Гиннесса 2013 А в Петербурге есть Петербургский музей кукол Там огромная коллекция кукол А еще куклы бывают театральными С помощью таких кукол показывают различные спектакли и сказки А кукольниками называли бродячих артистов Существуют различные виды театральных кукол Перчаточные куклы Это известный Петрушка, к примеру То есть это куклы, которые надевают на руку, как перчатки Тростевые куклы управляются специальными проволочками или палочками-тростями Которые можно маскировать в одежде кукол Наиболее сложная кукла в управлении – марионетка Она управляется нитками или тонкими проволочками Актер переменно дергает за нити и кукла оживает Спасибо, Саванэ и тетя Аня Вы очень интересно нам сегодня все рассказали Я обязательно схожу в музей кукол и понравившуюся куклу нарисую А я хочу научиться управлять тростевой куклой и показывать разные представления Ну а теперь, мои дорогие друзья, пора смотреть мультфильм Ура! Давайте!